Сезон номер 14 в Море Воров уже стартует совсем скоро, в середине октября. В первом видео на официальном канале разработчиков появился загрузочный экран. На нём нам показали много интересного, я предлагаю вам рассмотреть будущие фишки и нововведения, а после рассмотрим их в геймплее уже со свежего видео от RAR. Первое, о чём поговорим, это о стелсе. Ведь именно стелсу посвящён будущий сезон. Для тех, кто не знает, что такое стелс, помните какие-нибудь части Assassin's Creed, где надо было не бежать сломя голову, а наоборот действовать из кустов простым языком из-под тишка. Игрокам будут доступны сундуки, в которые можно спрятаться, это такая маскировка. И наверняка каждый помнит бочку, в которой прятаться. Это практически то же самое, только в сундуке можно медленно двигаться. Ну и про бочку тоже не забываем, она будет выполнять такую же функцию, что и сундук. А вот в каких именно можно будет прятаться, уже узнаем совсем скоро. Капканы уже давно нам показали, как разнообразие в море воров. И пока их применение не особо понятно. Давайте представим картину маслом. Мы втроём забрались на форт проклятых, на корабль и спрятались в сундуки. Схожие с теми, которые уже были на борту. До этого разложили капканы по всей палубе. И сидим ждём пиратов, которые формят форт. Как только они возвращаются, наступают на капканы. Скорее всего они будут хромать. И получат урон, и пока ситуация в нашу пользу добиваем. Ну или смеёмся с того, как они будут хромать, а не понимать где мы. А другой вариант это абордаж. Когда игроки не хотят тонуть и вычерпывают корабль. Ты прыгаешь к ним с капканами и закидываешь, чтобы они потеряли мобильность. Только вот вопрос. Насколько далеко можно пустить этот капкан? Возможно, что кидается он прям в упор. Новое разнообразие оружия в виде дротиков и гарпуна. В трейлере мы видели дротик, который взрывается. Но на загрузочном экране их два. Может быть это скин, а вполне возможно, что дротики будут разными. Например, взрывчатые и с каким-нибудь ядом. Ну а гарпун найдёт своего любителя. Тут и на абордаж можно с ним сходить, можно по скалам прыгать. Вот только как поменяется мета с этим оружием непонятно. Третий слот для оружия разработчики вряд ли нам добавят. Новый фрукт вызывает кучу вопросов. У нас есть столько бананов, что до новой еды даже мыслить не доходили. Вот нам выкатывают тумбу-юмбу непонятную на вкус, которую ещё и жарить можно. Но зачем? Можно же просто съесть и восполнить здоровье персонажа. Но всё дело в том, что это магический фрукт. Если его пожарить, он становится фиолетового цвета и готовым к употреблению. После чего русалки не будет. Ничего не поняли? Смотрите. Мы такирим на форте и нас палит русалка, которая всплыла за нами, чтобы вернуться на корабль. Достаем из штанов фиолетовые фрукты и едим. Русалка пропадает. Но пропадает она на какое-то время. Так что будем носить с собой эти фрукты. А вот стакается ли время, если есть куча таких фруктов, неизвестно. Скорее всего нет. Ну и последнее, на что посмотрим на загрузки, это одеяние атакера. Вообще скины должны быть очень положительными. Я вот в надежде, что это не будут рекалоры уже старых вещей. А в общем, 14 сезон выглядит интересно. А еще более интереснее, будут ли пользоваться всеми механиками игроки. Да и второй вопрос, будет ли это все работать должным образом без лагов и багов. Помимо прочего, будет функция зацепа за корабль, чтобы прятаться. То есть куча всего, от чего может дико лагать. Но бывает и такое, что от лагов становится только веселее. Еще добавят различные скины и более подробные я вам расскажу еще в будущем ролике. А пока давайте поговорим насчет того, что увидели в комментариях. Их очень интересно почитать, как вам этот сезон. Не забывай про лайк. У микрофона с тобой был Мурма. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok